Информация, предоставленная гражданами или отдельными лицами, во многих случаях вызывает панику среди населения или где-то неправильно понимается, поэтому необходимо следить за официальными новостями. Сказал Давид Голстян. На вопрос, во время 44-х дневной войны в Карабахе тоже призывали следить только за официальными новостями, где победила армянская сторона. А в конце войны оказалось, что 75% Карабаха было потеряно. Вы не опасаетесь, что в этом случае повторится тот же сценарий. Во всяком случае, официальной информации, как в дни 44-х дневной войны, обещали не давать. Если мы почувствуем, что официальная информация сильно оторвана от реальности, тогда уже будем говорить. Что касается заявлений властей Армении, согласно которым вся ответственность за произошедшее в Карабахе возлагается на российских миротворцев, Давид Голстян подчеркнул, что они знакомы с почерком властей Армении. Эти власти стараются во всех случаях найти виновных в том, что они сделали, или в том, чего они не сделали, и назначить виновных. Я убежден, что это не первое и не последнее. В данном случае они нацелились на российских миротворцев, потому что они больше не могут нацеливаться на людей. Они всегда ищут цели. На этот раз они не могут ни на кого свалить свою вину. Они нацелились на миротворцев, что тревожно и опасно. Могу констатировать, что миротворцы выполняют свою миссию на высоком уровне. Сегодня армяне Карабаха видят только работу, проделанную миротворцами как на границе, так и внутри Карабаха. Люди, которые пытаются преследовать работу миротворцев, служат интересам политических или иных сил, что наносит ущерб интересам Армении. Заключил Давид Голстян Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.